Ну что ж, такой прекрасный старт. Мы тогда начинаем с бесед, мы начинаем, вернее, с событий. Начинаем с того, что следующие полгода будут критичны для войны в Украине, так сказал директор ЦРУ Ильям Бёрнсон. Кстати говоря, не впервые это говорит, он в последнее время все время это повторяет. Ну и похоже на то, что действительно там у России ресурсы истощаются, ну и Украина тоже уже стекает кровью год. И, конечно же, все будет зависеть, видимо, от контрнаступления, к которому готовится сейчас Украина. Да, разумеется, я думаю, даже полгода это слишком большой срок, все должно решиться к началу лета. На сегодняшний день Российской Федерации, несмотря на уверенность Владимира Путина в большом запасе ее прочности, в общем, исчерпывает и те самые боеприпасы, снаряды, и то, что их не передают в должном количестве ЧВК Вагнер, связано не только с разногласиями между Министерством обороны и Евгением Пригожным, хотя и с ними тоже, но и с тем, что действительно не хватает боеприпасов, уже российские военные на других местах записывают ролики о том, что, как раз, слишком много дают Пригожину, а регулярные войска, собственно, и не остается. Как раз на прошлой неделе был большой скандал по поводу закрытия завода СИП-Сельмаш, который был крупным производителем вооружения. Это случилось пару лет назад, и СИП-Сельмаш передали под застройку, под частный жилой комплекс. И что еще раз говорит о том, что никакой последовательной политики подготовки к войне в Российской Федерации не велось. А Владимир Путин жил абсолютно в облаке грез и домыслов относительно того, как действительно выглядит так называемая вторая армия мира и с ее ультрасовременными вооружениями. Но в то же время все непросто. РФ тщательно готовится к обороне, в первую очередь в Запорожской области, в районах Бердянской и Мелитополя, а также на юге Донецкой области. И поэтому, в общем, апрель и май все внесут решающую ясность в то, как дальше будут развиваться события. Это уже очевидно. То есть к началу июня мы будем понимать, в какой точке пространства времени мы находимся. Пространство, то есть где будет проходить линия фронта, она же линия соприкосновения украинских и российских войск. А времени, насколько близко к окончании всего и по какому примерно сценарию мы окажемся. Ну, тем не менее, законы и на агентах это звали. Так что Россия пока остается, так сказать, в одиночестве в городе. И хочу поговорить с тобой о Китае. Там, во-первых, спрогнозировали, с одной стороны, окончание войны в Украине. Они говорят, что в 2023 году закончится. Как именно они говорят? Но, тем не менее, что якобы их аналитики спрогнозировали это. С другой стороны, там вот развивается какой-то бурный роман из Белоруссии. И говорят, что Китай может принять сторону, давать оружие и так далее, сторону России вот в войне. Как ты считаешь, решится ли Китай? В серьезном, Китай не собирается принимать сторону России в войне. Тем более роман с Белоруссией вообще не имеет никакого отдельного значения. Это только один из фрагментов нынешних отношений Китая с Кремлем. Китай очень ясно показывает, что он хочет быть крупным модератором на международной арене, выйти в какие-то сферы, где его не было на всем протяжении его истории. Это и мирный план Цзиньпина. Это и только что увенчавшийся успехом посредничество при восстановлении дипломатических отношений Ирана и Саудовской Аравии. Эта договоренность была обнародована в Пекине. Это, безусловно, большой внешнеполитический успех Китая. Вот сейчас 6 мая будет коронация короля Карла III. И туда на коронацию приглашен, среди прочих, и представитель КНР Ван И, член политбюро ЦК КПК, курирующий внешнюю политику бывшего министра иностранных дел, пошедший фактически на повышение. То есть теперь занимается теми же вопросами, но на более высоком уровне, передав пост министра иностранных дел своему младшему товарищу Циньгану, бывшему послу Китая в США. Все это делается для того, чтобы Китай мог выйти на прямые переговоры с США о своей собственной судьбе. И о том, как будем разделить сферы влияния и добиться ни в коем случае непризнания и независимости Тайвана. В этом, как я уже говорил, война в Европе здесь находится на периферии. Она способ привлечь американское внимание, точно так же, как и модерированные Китаем соглашения между Саудовской Аравией и Ираном, но не конечная цель их усилий. Для чего хочет Китай, понятно. Поэтому он не будет предпринимать никаких шагов, которые бы окончательно разругали его с Америкой, ровно наоборот, он хочет с ней помириться. Просто на приемлемых для себя условиях. И поэтому по-прежнему он разыгрывает карту ядерного сдерживания. Дескать, только Пекин может гарантировать, что Владимир Путин не применит ничего такого в обозримой исторической перспективе. Кстати, о Грузии, о которой мы только что говорили, я забыла, вот сейчас только вспомнила, попросите прокомментировать, был огромный пост от Маргариты Симоньян, где она предлагает бомбить Грузию, потому что, дескать, там нет, у нас с ним нет никакой с джинским народом общности, как с украинцами, там нет Киева-Печерской лавры и прочее, прочее. И это значительно облегчает нам задачу, так сказать, в том, чтобы бомбить Белиси. Ну, удивительная женщина. Ну, она предлагала не бомбить Белиси, а нанести, видимо, удары какими-то гиперзвуковыми ракетами под Белиси. Ну, какая разница? Ну, эти люди, естественно, такими высказами только портятся, ухудшают позиции России в Грузии, но им и для них это не важно. Как мы с тобой неоднократно говорили, главное для них это нравится вождю, то есть Владимиру Владимировичу Путину. Ну, а он любит такое, потому что это избавляет его от необходимости допускать такие резкие высказывания. Но по прошествии более чем года спецоперации «З» уже становится понятно, что любые российские высказывания, типа, да что там, собственно, разберемся с этой страной за три дня, там, если не уничтожили какое-то государство, значит, не хотели, уже не воспринимаются всерьез. И это важнейший итог минувшего года боевых действий. Ну, да, он со всеми этими фразами воспринимается просто как старший брат Соловьева. Ну, как-то вот то же самое, знаешь, такой стендап, причем не очень смешной. Были в начале недели ряд сообщений об обострении каком-то между Израилем и Ираном, да. Там якобы министр обороны США говорил о том, что в Израиле, что там Израиль готов наносить какие-то удары, вот, что военная операция Израиля против Ирана может начаться в ближайшее время и так далее, потом все затихло. Как там на самом деле обстоят дела? Я внимательно изучил, поскольку было много брызг по поводу войны в Иране с Ираном. Нет, учился этот вопрос более внимательно. Лоид Остин ничего такого не говорил. Он, да, говорил о том, что США не допустят приобретение Ираном ядерного оружия. Это было сказано. Но никаких там военных действий в ближайшее время речи не шло. Ясно, что Израиль очень внимательно отслеживается создание ядерного оружия Ираном, и такие удары возможны в скором будущем, в том числе при поддержке США. И здесь, как ни странно, возникают новые козыри в руках Владимира Путина, потому что сейчас он должен принять решение, поставлять Ирану или не поставлять комплекс С-400. Значит, если они будут поставлены, значит, любые удары Израиля по ядерной инфраструктуре Ирана станут гораздо сложнее. Вот, Путин, значит, будет предлагать какие-то размены. Скажем, что, опять же, все размены будут связаны с Украиной, а не, собственно, с ситуацией на Ближнем Востоке, где уже удерживать свои интересы по-серьезному Путин не может. Он может только сохранять символическое присутствие, что тоже является прямым следствием спецоперации «Зет», точнее, неуспешности спецоперации «Зет» для Кремля. Скажем, что США не поставляют какие-то дальнобойные вооружения Украине, а Путин воздерживается от поставок С-400 Ирана. В этом смысле эта ситуация должна привлекать наше внимание, и мы будем следить за ней в ближайшей неделе. Ну, так или иначе, Таньяху говорил о том, что нельзя допустить, чтобы Иран имел ядерное оружие. Но он довольно часто это повторяет в последнее время. Это у него абсолютно универсальные, несгибаемые позиции Израиля, которые пользуются поддержкой США. Поэтому я думаю, что удары будут. Я просто говорю о том, что неожиданно в этой ситуации возник Путин с разными типами вооружений, которые он может поставить Ирану, а не только наоборот. И он будет пытаться расторговывать эту ситуацию в плане поставок определенных типов западных вооружений Украины.